Дорогие братья и сёстры, гости нашего собрания! Моё желание читать в основном из 21 главы книги Откровения. Как-то с братом в поездке участвовали вместе, и такая мысль пришла, как будто бы в последнее время немного говорим о небе. И если небесные гимны о доме родном, который нас там ожидает, чаще на похоронах, ну, такое впечатление, тогда вспоминаем, что небо нас ожидает. Да, звучит много хороших проповедей, но всё же, дорогие друзья, очень важно, когда мы говорим о небе. Небо, оно прекрасно. Оно должно влечь нас, поэтому мы должны об этом читать, должны об этом друг другу говорить. В связи с этим я прочитаю из книги Откровения, 21 глава, 10 по 11, и потом ещё выборочно. «И пришёл ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознёс меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню, яспису кристалловидному». Иоанн, ученик Иисуса Христа, был сослан на остров по имени Патмос. Это тот, который очень сильно любил Господа. Его проповедь заключалась вот в чём. Он говорил, что Иисус – это Спаситель мира, это Сын Божий, это Господь с неба. Поэтому его недруги сделали так, чтобы отправить его в ссылку, потому что это учение они считали за ересь. И я думаю, что это допустил Бог, в связи с тем, что Иоанну нужно было немало времени, и нужно было, чтобы он был долгое время или немалое время один, наедине так с собой и с Господом, чтобы Господь мог дать ему эти откровения. Книга «Откровения» в народе называется «Апокалипсис», которая говорит о будущем. И вот, находясь на этом острове, за Слово Божие и свидетельство о Христе, он получает от Бога, от Иисуса, откровение. И здесь он пишет, а до этого Господь ему говорит, «Напиши, ибо слова эти истины и верны». И вот пришел к нему один из семи ангелов. Это ангел, который должен от имени Бога совершать на земле семь судов. И перед этим говорит Иоанну, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вот он возносит его в духе. Не написано в теле, а в духе. И показывает ему великий город, Святой Иерусалим. Братья и сестры, это была реальная действительность, который не сходил с неба от Бога. Этот город имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню. То есть речь здесь идет об Агнце, об Господе нашем Иисусе Христе, который однажды, являясь Богом, рождается на землю человеком, чтобы отдать свою жизнь за грехи многих, потому что не было другого выхода, чтобы спасти грешное человечество. Иисус, имея в своих руках неограниченную власть, отдает себя в руки грешников, которые сперва над ним издевались, а потом казнили на кресте. Иисус в беседе с Никодимом говорит, потому что не послал Бог Сына Своего в мир, то есть на эту землю, к людям, чтобы судить людей, но чтобы люди спасены были через Него. Поэтому там на кресте Он взывает к небесному Отцу, очень прости их, потому что не знают, что делают. Вот такая цена была заплачена для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И как важно, чтобы каждый человек принял это серьезно. И если слово об Иисусе человеку ничего не говорит, то, дорогой друг, Богу тебе уже больше нечего сказать. Потому что в Иисусе Христе Бог хочет спасти грешное человечество. И вот Иоанн, он говорит, что это светило, оно подобно как бы камню яспису крестоловидному. Я так понимаю, это очень драгоценный камень. И, видимо, у Иоанна больше не нашлось слов, чтобы описать красоту Господа нашего Иисуса Христа. Думаю, когда мы придем на небо, мы увидим, что это действительно так. На земле у нас не было такого языка или таких слов, чтобы описать, как прекрасен наш Господь. Чуть ниже написано, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, потому что слава Божия осветила его, и светильник его. Там не будет ночи, там нет солнца, там нет луны. Светилом этого города является наш Господь. Я так себе, если в сравнении представляю, что вот этот земной свет, когда светит ярко солнышко, это как бы тень от того света небесного, который ожидает нас в небесном городе. В начале этой главы Иоанн говорит, «И увидел я новое небо и новую землю». Дорогие друзья, это невозможно увидеть буквально нашими телесными глазами, но это можно увидеть духовно, через священное Писание. Бог Духом Святым показывает нам небесный город Иерусалим. И, во-первых, мы берем это верою. Однажды в нашей жизни когда-то наступило такое время, что мы духовно увидели то, что Господь обещает нам. Я думаю, это произошло еще до примирения с Богом, когда мы узнали, что сделал для нас Бог в Иисусе Христе, и что Он приготовил нам вечности в будущем, то это, братья и сестры, увлекло нас. Правда же? Мы этого сильно захотели, потому что мы в это поверили, что это действительно так. Но если люди верят, что ну вот так вот от взрыва что-то произошло, хотя от взрыва всегда разрушение, горе, плач, скорби, вот, и люди верят, что от взрыва произошло небо и земля и все, что в них, то тем более, братья и сестры, как важно было поверить, что это все создал Бог, поверить в то, что Он сделал для нас, Сыне Божием, и в то, что Он предлагает нам в будущем. И мы духовно увидели это новое небо и новую землю, а вот прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Апостол Петр во втором послании в третьей главе пишет, «Ибо нынешняя земля и небеса, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». И вот настанет время, говорит Иоанн, что они уже миновали. В другом месте Священного Писания написано, что небо свернется, как свиток. Дети, чтобы это было понятно, если листочек в трубочку свернуть, это получается свиток. Вот так свернется это небо, которое над нами. Земля, небо и все, что в них, наступит время, когда они навсегда прекратят свое существование. Иоанн говорит, «И я увидел святой город Иерусалим». Новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Это красивейший город. И когда Иисус проповедовал на земле, уже в то время Он говорил, что Отец приготовил город. А если бы даже и не так, то я сказал бы вам, что когда уйду, то приготовлю вам этот город и вернусь за вами, чтоб и вы были там, где я буду. Красивейший город, мы скоро будем о нем рассуждать. А сейчас мне хотелось бы прочитать дальше. Это скиния Бога с человеками. Скиния – это храм. И Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, Богом их. Помните, на том собрании, как мне помнится, был прочитан этот текст, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Для того, чтобы Бог отрек, отер слезы с очей наших, надо, чтоб они там были, братья и сестры. и Бог нас вызвал из этого греховного мира для служения Ему, не для того, чтобы у нас все в жизни было хорошо, а для того, чтобы мы порой в трудных обстоятельствах прославили нашего Господа. И это невозможно без слез, потому что в нашей жизни бывают разные обстоятельства. Но настанет время, когда это удивительно, но мы принимаем это с верой, что великий Творец, имеющий такую большую власть, всемогущий, всевидящий, всезнающий, вездесущий, и вдруг так просто по-человечески он подойдет к тебе, дорогой брат, и к тебе, дорогая сестра, и к тебе, дорогой друг, если ты уверуешь в Иисуса Христа, и отрет твои слезы. Это Бог однажды сделает. И смерти там уже не будет ни плача, ни вопля. Я вспоминаю первый раз о смерти, я узнал, когда мы жили в Тюмени, это до того, как я пошел в школу, у моей бабушки с дедушкой квартиранка жила, и однажды, когда она гладила, и другой рукой взялась за душку железной кровати, ее стукнуло током насмерть. И тогда я узнал, что, оказывается, существует смерть, я так вспоминаю, мне так неприятно было, страшно, это что-то ужасное. А чуть позже до меня дошло, так ведь, а когда-то и в моей жизни это произойдет. я вспоминаю, когда, ну, уже годы назад в Абазе произошел несчастный случай, когда две девочки сбирались на гору под названием Челпан, одна из них сорвалась и приземлилась уже мертвая, уже голова, сорвана была такое вот было страшное событие, но предыстория этой жизни девочки такова, она сильно полюбила Господа, а вот ее отчим был против этого, и он не позволял, чтобы она читала Библию, чтобы молилась, а она все равно старалась иногда быть на богослужении, и так как папа не хотел, чтобы она молилась, она забиралась в шкаф, где висела одежда, закрывала дверь, и потихонечку молилась Богу, а он старался сделать все возможное, чтобы оттолкнуть ее от Бога, и чтобы она шла вразрез с тем, что написано в Библии, и я думаю, видимо, таким образом Бог решил просто эту девочку отозвать, потому что вот сейчас она была готова к встрече с Богом, я вспоминаю сестры, рассказывают ее последнюю молитву, это, говорят, была молитва возрожденного человека, и когда они поднимались на гору, то она своей сестричке несколько раз предлагала, чтобы помолиться за папу, помолиться за маму, чтобы они уверовали в Иисуса Христа, и вот так в подготовленном состоянии обрывается ее жизнь, и Бог забирает ее в этот небесный город, я вспоминаю на похоронах было очень много плача, ее подружки одноклассницы, те, кто помладше, те, кто старше ее, когда ее, когда гроб с телом клали в эту могилу, эти девочки плакали на взрыв, я просто даже удивился, молодые девушки, как они не хотели прощаться с тем, кто был дорог их сердцу, когда мы ехали на кладбище, мимо музыкальной школы, вся школа выстроилась и провожала эту девочку, когда провожали мимо, проезжали мимо школы, школа классами выстроилась и так они прощались с тею. Я так думал, видимо, она такой добрый, прекрасный след оставила в своей жизни, раз люди решили оказать ей такой почет и такое внимание. Когда плакали эти молодые девушки, братья, сестры, я готов был плакать вместе с ними, просто навзрыд. Но были слезы, я просто удержался. Но если бы я дал волю, я бы стал в этот ряд вместе с рыдающими. В нашей жизни Бог допускает разное. И мы, думаю, немало плачем. Порой так, чтобы никто не видел, потому что как-то неудобно. Но вот настанет время, когда этого уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. И вот Иоанн описывает, что этот город имеет славу Божию. Главное, что в этом городе находится Агнец, это Господь, который отдал за нас жизнь. Если там не будет Господа, то и зачем нам тогда этот город? Этот город имеет большую и высокую стену. в ней двенадцать оснований. Это основания первое Яспис, второй Сапфир, третье Халкидон, четвертое Сморак, пятая Сардоникс, шестое Сердолик, седьмое Хризалит, восьмое Верил, девятое Топаз, десятое Хризапрас, одиннадцатая Гиацинт, двенадцатая Аметист. Это драгоценные камни, притом небесного содержания. Второе, Он увидел там двенадцать ворот, трое смотрели на восток, трое на запад, трое на север, трое ворот на юг. Эти каждые ворота были из прекрасных небесных жемчужин. На земле мы такого никогда не увидим. Притом на каждых воротах стоял Ангел Божий. И на стенах написано двенадцать воротах имена двенадцати колен Израилевых, а на двенадцати основаниях имена апостолов. «Итак, говоривши со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Храма же я в нем не видел, ибо Господь Бог Вседержитель храм его и Агнец. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Спасенные народу будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. Итак, написано, что туда принесут славу народы и цари. цари не те, кто были безбожниками, атеистами, и не те, которые, может быть, называли себя верующими и посещали храмы, а это те, которые любили Господа Иисуса. Это те, чья вера выражалась в делах в жизни. Это те, которые много сделали для того, чтобы прославить Бога, и много доброго сделали для людей. И вот эту славу, когда народ за то, что цари богобоязненные делают добро, будут воздавать славу Богу, то вот эту славу эти цари принесут в этот небесный город и принесут в него славу и честь народов. Там он показывает, ангел показывает чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Не все понятно, да? Но так будет. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Братья и сестры, не все понятно, потому что чуть раньше ангел Господень говорит, что там не будет болезни, а здесь дерево жизни, на котором листья для исцеления народов. Может, потому и болезни не будет, что мы будем вкушать от этих листьев. Может, потому и смерти не будет, потому что мы будем вкушать плоды от дерева жизни, поэтому мы будем вечными. И ничего уже не будет там проклятого, но престол Бога и акция будет в нем, и рабы его будут служить ему, и увидят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будет царствовать вовеки веков, и сказал мне, эти слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. дорогие дорогие но не прекрасно ли? И я думаю, что Иоанн написал бы больше, и я думаю, он больше там видел, но нет таких слов, чтобы это описать, или мы, может быть, просто этого даже не поймем. Вам никому не снился еще сон про небесный город, что вы входите в него? Мне тоже не снился, только о восхищении. Вот, а было бы и хорошо, братья и сестры, вот на основании прочитанного попредставлять, а как оно будет, а что, чтобы вот это земное, чтобы нам отлепиться от него, оно сильно увлекает нас, наше сердце может прилепиться к ему, что Божье небесное, оно уже так не влечет, вроде бы, ну, это будет когда-то не скоро, это там где-то высоко, и поэтому мы можем увлекаться вот этим земным. Я вспоминаю однажды один проповедник держал в руках такую длинную, длинную веревку, а на конце ее такой кусочек красного цвета, и он говорит, вот этот кусочек красного цвета это наша земная жизнь, а все остальное много метров это вечность. И вот говорит, люди ради этого небольшого красного кусочка готовы отдать все, даже жизнь, отдают время, отдают силы, материальные средства, вот, отдают все свой разум, вот ради этого красного кусочка, лишь бы хорошо устроиться и прожить на этой земле, а потом он так на слушающих говорит, друзья, вы что, серьезно что ли? Вы вот ради вот этого кусочка готовы расстаться вот с тем ради расстаться с вечностью? Вас разве это не привлекает? Дорогой друг, ни красный кусочек, ни вот эта земная жизнь самое главное, это временно, вот совсем временно, чуть и нет меня, и все, а вот остальное, то что Бог предлагает в будущем, вот это самое главное. и последний стих этой 21 главы говорит о том, а кто же туда войдет? Я вспоминаю, иногда люди говорят, оуу, мы такие грешники, не-не, а Бог такой святой, мы туда точно не попадем, но если будете так думать, точно не попадете. А вот что говорит Слово Божие? И не войдет в него ничто нечистое, и никто предан мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Итак, не войдет нечистое. Братья, сестры, дорогой друг, как важно, чтобы нам проверять свое мышление и сравнивать не во-первых, проверять не во-первых с помощью совести, а проверять с помощью Слова Божьего наши мысли, к чему мы стремимся, нет ли у меня чего-то нечистого, и во-первых, это начинается в моих мыслях, второе, и никто преданный лжи, написано всякая неправда грех, а еще чуть позже написано о вне всякий любящий и делающий неправду, то есть, как важно нам проверять, то, что мы предпринимаем, или то, что я сделал, знаете, сегодня дьявол, он как змей извивающийся, вот так, и порой не сразу разберешься, не сразу, и бывает, братья и сестры, мы пришли к какому-то решению, теперь мы это сделали, а потом проверяя себя и думаем, а все же, Господи, а правильно ли это пред Тобою, ну да, мне это выгодно, мне это удобно, ну а ты, Господи, как на это смотришь, нет ли здесь чего-то нечистого, нет ли здесь какой-то неправды, в Писании написано, а тот, кто предан лжи, в небо, в небесный город не войдет, и тот, кто предан мерзости, бывает, наше мышление меняется, ну, кто-то иногда так думает, ну, мы уже в другое время живем, 21 век, сейчас как-то по-другому должно быть, и бывает, вот эти границы, как написано, непередвигаемые же давние, христианин может так вот отодвинуть, и даже говорить, ну, ну а что, ну да, вот так вот написано, но, а я иначе понимаю, я вот так вот понимаю, и не страшно, что женщина носит брюки, там же пуговочка на другую сторону, ну я так к примеру говорю, или, ну покрой-то женские, вот, поэтому, ну это женские брюки, а вот Бог в книге второзакония говорит, если мужчина носит женскую одежду, это мерзость пред Богом, а если женщина носит мужскую одежду, это тоже мерзость пред Богом, но я сказал просто так, один такой пример, что это может быть в этом, а раньше так не было братья-сёстры, где-то межу передвигаем, где-то мы не согласны с тем, что говорит Бог, вступаем в противоречие, а почему вначале не так было, а вначале так сильно Господа полюбили, вначале так, что Господи помоги исполнять все, что написано в Писании, помоги быть чуткими к твоему водительству, помоги любить тебя всем сердцем и ближнего, ну а теперь, когда прошли годы и до дела доходит ближнего, огорчен, не могу простить никак, прощения простить тоже не хочу, и вот так вот бывает, мы отступаем от Божьих повелений, и Слово Божье говорит, а вот кто предан этой мерзости, мерзость, это когда мы отступаем от Божьих повелений, когда мы говорим, а у меня свое мнение, а я вот так вот теперь мыслю, раньше так понимал, а сегодня вот так, это что-то, как написано, берегите дух ваш, это с духом что-то нашим произошло, и в следующей главе Господь говорит, все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Братья и сестры, вот что важно, освящаться Словом Божьим, стремиться к правде Божьей, к святости, как написано, старайтесь иметь мир со всеми святость, без которой никто не увидит Господа, и здесь мы не должны так думать, ну, ну, если немножко там где-то, то и не страшно, никто не увидит Господа, поэтому написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и силою твоей, сила это наши усилия, мы должны это применить, и не важно, кто что о мне скажет, и может быть, не поймет мой внешний вид, а мне главное, что он мне скажет Господь, чтобы Он меня благословил, чтобы моя одежда, мое поведение, мои мысли были для славы Божьей, и чтобы эту славу нам внести в небесный Иерусалим. Дорогие друзья, братья и сестры, и те, кто не примирился с Богом, а может быть, кто-то понимает, понимает, что я к встрече не готов, особенно те, кто еще не примирен. Сегодня Господь приглашает, а вне Господь говорит, псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие, делающие неправду, любящие и делающие неправду. Кто такие псы? Так не помнится, апостол Петр пишет, как те, которые отступают от Бога, подобны псу, который возвращается на свою блевотину. Дальше написано чародеи, то есть те, которые связаны с силами тьмы, которые на картах гадают, на блюдечке, или еще произносят какие-то заклинания, что-то кого-то заговаривают, чародеи. Дальше написано убийца. Я не думаю, что, во-первых, Иоанн говорит о том, что, ну, кого-то убить, разве верующий человек может такого сделать? Вот. Но, знаете, братья и сестры, иногда мы можем друг друга убить словом. Из этого человек может Бога оставить, может отшатнуться от церкви, от слова Божьего. Как важно, чтобы нам наблюдать за тем, что мы говорим в книге Экклесиаста, в пятой главе, с первого стиха написано, не торопись сказать слово языком твоим, и сердце твое, да не спешит сказать слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои, да будут немногие. Не поторопиться. Если заметили, что огорчили ближнего, поторопиться, попросить прощения, я вспоминаю, Геннадий Сергеевич Ефремов рассказывает, так вот собрание шло, и один подросток так плохо себя сильно вел, вот, и он так заходит, и так за плечо так крепко сжал его, вот, ну, а тот так скрипился, не заплакал даже, но так появились слезы в глазах, а ему потом, говорит, брата, у него ключица сломана, и он, это я подумал, ужас, что сейчас сделал, какое зло сделал, я же такую боль причинил этому мальчику, ну, а такая высота, служитель такого положения, казалось бы, ну, и что, ну, там ничего страшного пройдет, забудется, да, может, мы так думаем, забудется, не забудется, чтобы забылось, надо поправить, и он, говорит, только собрание закончилось, я к нему, я у него прощения давай проси, ты прости меня, я виновен перед тобой, давай вот сейчас, сейчас я семью увезу, я тебя на машине покатаю, там, и так далее, но только, чтобы мальчик этот простил его, чтобы как-то задобрить, чтобы вот эта, ну, такая причиненная боль, чтобы это не осталось в его памяти, братья и сестры, как важно поторопиться, задобрить, прощения попросить, уладить отношения, тогда забудется, тогда будет хорошо, и так, дорогой друг, если ты сейчас желаешь примириться с Богом, можешь просто выйти вперед, и воззвать Господу, прощения попросить, нет такого греха, который бы Господь не простил, и даже когда разбойник каялся на кресте, а он был распят, за возмущение, вследствие которого было убийство произведено в народе, и все же, невзирая на это, когда разбойник кается с верою, что Господь о нем вспомнит, то Иисус ему говорит, ныне же будешь со мною в раю, дорогой друг, выходи, ты не знаешь, что с тобой будет вечером, и если вдруг оборвется жизнь, будешь в раю, пойдешь к Господу, расстанься с этим красным кусочком, это не так важно, главное это то, что ожидает нас впереди, чтобы нам быть наследниками того, что предлагает нам Господь. Если у кого-то будет желание выйти вперед и примириться с Богом, дай Бог вам в этом помощи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok